Всем добрый вечер! Мы продолжаем следить за DPC League, регион Южная Америка. И на сегодня один матч формата BO3 в нижнем дивизионе 0900 против команды Crewmates. Комментировать для вас будет Lex и Force. Никита, здравствуйте. Привет, привет. Да, одна игра всего лишь. Посмотрим, что тут нам пацаны в нижнем дивизионе покажут. Там, конечно, параллельно очень много других хороших матчей идет, но смотреть нужны игры разные. Вот, так что глянем. Сегодня мы с тобой глянем на эту игру. Ну, я так буду, на самом деле, краешком глаза, наверное, посматривать, что там. Викинг Нигмы скоро начнут играть. До 23, я думаю, мы справимся все-таки. Там 23, наверное, самая интересная игра, может быть, даже за неделю. Я не видел, к сожалению, не помню тут никакие игры завтра. Ну, наверное, да, за неделю даже. Потому что завтра, я смотрю, там играют Na'Vi Empire. Я думаю, тут Na'Vi как бы без шансов побеждают, вот, скорее всего. И, ну, Spirit Leaf to Win — это все-таки, ну, такое, как бы тоже можно сказать. Возня в СНГ нашему зрителю интересная. Но если глобально смотреть, да, на Dota, именно без привязки там к каким-то регионам, то объективно матч Liquid Secret, тот, который сегодня будет в 23 часа по московскому времени, он представляет наибольший интерес вообще за всю неделю, которая была. Вот. Ну да ладно, это все, это все лирика. Я так понимаю, здесь у нас явный фаворит есть. Вот. Да, да, коэффициент 1.16 на 0.900. GGBT и почти пятерка на Crewmates. 0.900 идут на первом месте в группе. И, наверное, это единственная команда, где присутствует достаточно много неймов. Ну, вот Madara и XY — одни из них. Поэтому по логике ребята должны этот турнир в целом закрывать на первом месте без проблем. Crewmates ничего особо не показывают пока. Команда, скажем так, своеобразный стак, которая, я думаю, только для этого турнира появилась, и ребята пытаются найти свою игру. 1-2 у них по матчу. Ну, даже ничего не могу сказать. Пару игры их смотрел. Пока нет там конкретно игрока, который выделяется или нечто. Ну да, я, наверное, тоже что-то видел. Какие-то матчи, какие-то катки там проскакивали, учитывая то, насколько много Америки в последнее время. Да и вообще, в принципе, насколько много дот в последнее время. Я стараюсь все-таки смотреть там хоть какие-то матчи, которые, ну, регионы, которые мы не комментируем, чтобы там, ну, посмотреть, чем там люди играют, что они там придумывают, каких героев пикают. Как-то чтобы сравнить можно с тем, что мы видим в Южной Америке, в верхних дивизионах, в нижних дивизионах. Ну, и из-за этого там все перемешивается, и как-то, как ты даже начинаешь забывать, видел ты этих людей, не видел. Да, Phantom Lancer, Queen of Pain, Undying, Shadow of Shaman у нас на Radiant стороне. 0900 берут МК, Фуриона, Clockwork и Air Spirit. Пока что непонятно. То есть у нас Air Spirit плюс Clockwork – это либо два саппорта, либо какой-то там, наверное, мидовый Air Spirit. Потому что, ну, как-то делать Манки Кинга с Clockwork или Манки Кинга с Air Spirit нелогично, неразумно. Можно попробовать Манки Кинга в мид, например, Фуриона на харду там с каким-нибудь... А Кэрри Фурион не рассматриваешь? Я просто помню, какая-то команда играла точно в Южной Америке Кэрри Фурионом. Кэрри Фурион рассматриваю, но как-то это, во-первых, в новом патче, вот в данном конкретном патче, это не очень хорошо, это раз. А во-вторых, ну, против как бы Phantom Lancer, ну, на равных ты не подерешься. То есть его надо прям очень сильно задавить, чтобы Кэрри Фурионом его обыгрывать. Вот, поэтому я бы предпочел на самом деле увидеть... Ну, тут, наверное, на харду сейчас возьмется что-то вот такое, что против Манки Кинга может выставить. Вот, я думаю, что все-таки это Фурион позиции 3 под Air Spirit или под Клоком. Вот, потому что Фурион очень хорош против Undying на лайне, если это Undying. Пятерка, он, по идее, должен быть, да, пятеркой здесь. Вот, ну и банится Лешрак, очевидно, да, такой вариант, который, ну, по Элу игру усложняет. Тут банится еще один рейндж-герой на мантер. Пака... А что, Пака не забанили? Ну, тут единственный, на самом деле, нормальный вариант – это Пака пикнуть. Вот, Кремейт сейчас, потому что... Все вот эти вот персонажи, которые как вот фронтлейнеры, да, так называемые, они все являются милишниками, они будут страдать, мне кажется, на линии против Манки Кинга. Будет очень неприятно играть. Ну, Фантом Лансеру все-таки хотелось бы иметь какого-то фронтлейнера. Но Пак хоть фронтлейнером и не является, но это огромный, как бы, такой буст по урону и по контролю. И возможность расталкивать линию очень сильно. То есть, у тебя Квапа, например, одну линию толкает с блинком, Пак толкает другую линию с арбой, там, какими-то, может, не знаю, даже без траволов, а просто хотя бы с даггером. Вот. А Фантом Лансера там либо лисочек качает, либо там тоже как-то манту юзает, на линию отправляет, и в итоге у тебя три лайна толкаются, и это всегда приятно. Ну, тут в первую очередь надо думать о том, как бы, ну, типа, лайны не слить в кашу. Берут Водит Спирита, ну, типа, неплохой вариант на самом деле, но в итоге отдают Пака своему сопернику, и таким образом получается, что этот Пак, он здесь... Пак это вообще мега-универсальный герой, который, ну, он, в принципе, никого не боится. То есть это герой, который контрит любого. У него есть сайланс, у него есть возможность большой урон наносить как магически, так и физически в лейте при желании, и при этом он дает чудовищный контроль вообще против любого персонажа. Там вот Фантом Лансер, хотя вот, кстати, Фантом Лансер, а, он же не может, да, доппель нажать? Это раньше можно было доппель нажать в дремкоиле и, типа, выпрыгнуть. Это вот Сларк, наверное, только вот можно подумать. Вот Сларк, наверное, плюс-минус может быть против Пака неплох, потому что ты жмешь Dark Pact и разрываешь дремкоил специально, и в итоге ты как бы из него выходишь нормально по-человечески. А Фантом Лансер как бы не может так, да, он, да, он не может. Так, Войт Спирит не может, ну, короче, никто не может. Вот этот пак является суперкрутым пиком здесь. Так что я, пожалуй, скажу следующее, что у Фуриона матчап на линии комфортный. Ну, Undyne кому ничего не делает, он хорошо там ПКС-ит. Monkey King на линии, я не знаю с кем, с Вирт Спиритом, с Клокверком, он должен хорошо против Войт Спирита простоять, потому что, ну, Войт Спирит это герой-милишник, и он от Monkey King так немножечко страдать должен, по идее, на линии, хотя на длинной это не так страшно, как на миде. Ну, и на центре там 50 на 50 матчапа у Квапы, но с учетом того, что 0-900 это прям явные фавориты в этой серии, я думаю, что, ну, тут не должно возникать вопросов. То есть, хорошо надравчено, и, в принципе, как команда более высокого уровня 0-900 должна обыграть оппонента. Да, тем более 0-900 не были замечены в играх, где они там начинают рофлить. Отлично, ребята играют на любой карте, и против фаворита, и против тайдера, хотя, наверное, фаворита нет в матче, против 0-900 они всегда самые сильные. В общем, играют они уверенно, потому что было несколько команд замечено в Южной Америке, которые играют так себе, хотя они, вроде как, должны выигрывать легко, ну, просто начинают там рофлить противникам, и за счет этого в итоге проиграют. Такое бывало. Ну, тут все на сигнатурках у Dair, кроме Monkey King'а, может, у него пятый уровень, да, у него пятый уровень, значит, просто кончилась подписка. Сегодня скончался от коронавируса игрок, игрок команды Paying Gaming 444, и, в общем, у нас региону нужна Америка, и минута молчания в честь игрока. Не забывайте, что коронавирус — это не шутки, обратнее. Ну что, поехали смотреть. МБУ-3, Monkey King, пак, о, тут еще и, я смотрю, сигнатурные герои, посмотрите, 0.900, хотя в целом, наверное, столько времени уже Dota Plus существует, что у каждого игрока, который в Dota часто играет, у него там уже пул героев, там 20 героев уже будут не бронзовыми, будут там от 10 уровня начинаться. Чего удивительного нет? На самом деле очень разные бывают, вот Пупей очень редко в ММ заходит, вот прям я крайне редко его вижу, не знаю, может, он, конечно, на смурфаках играет постоянно, вот, но в ММе я его вижу очень редко, и у него, скорее всего, персонажи там, ну, почти не прокачиваются, если вообще у него есть Dota Plus, я как-то не обращал внимания, есть у него там Dota Plus или нет. Вот, а есть, да, там такие игроки, но большинство все-таки людей играют в ММ, кто вот профессионально в Dota, так сказать, поигрывает, вот, такая профессия, она обязывает вот практиковаться, обязывает тренироваться, но вот Пупей как-то вот, например, не играет, ну, еще там несколько людей, наверное, тоже не играет в Dota так часто, так много. Так, что у нас? Air Spirit стоит на центре. Ребята Варды искали, и Клок тут подошел, и Air Spirit подошел, ну, это, это, в общем-то, нормальный мув, раз времени много, Air Spirit, тем более, супермобильный. Не нашли они Варда, Вард оказался на горочке, там Варда тут не отыскать, ну, ладно, ничего страшного. На рунах все спокойно, к Шаману никто не подошел, хотя тут, в общем-то, Манки Кинг, Клокверк, они могли создать настоящую душку, Клокверк еще и с Вендлейсом был, а у Шамана не было бы. То есть, да, Клок мог просто подойти, начать батарейками плеваться, посмотрите, какой МС у Клока, разница с Шаманом просто огромная. В контакте Клок с батарейками там просто Шамана разносит, Шаман не сможет размениваться никак. Такая не самая приятная у него тычка. Да, Шаман еще так закупился немного, странно, как будто урну хочет купить. Так, а Войт Спирита в итоге в центр, да, поставили против пака, ага, вот в чем дело, и Клокверк, но это, кстати, грамотное решение. Я что-то не подумал о таком, что так может произойти в итоге. Тут два ранжевика против двух милишников стоят. Ну вот, правда, Шамайч. Ладно, Шамайч все окей сделал, просто я увидел то, что он молнию дал в МК, а не в рейндж крипа, но рейндж крипа добивает Queen of Pain, поэтому в целом все ок. В данной ситуации. Ну все, Шаман, реген заканчивается, он два танга оставил, одна фаска еще есть. Ну фаска есть. Правда, тоже больно. Ой-ой, стики нажал. Главное сейчас не показываться, Клок сам еле живой, но жестко. Изершок появляется, можно ФБшку оформлять, Шаман идет до конца, батарики работают, орехи полетели, палка летит, и в итоге Клок должен уже жить. Фласкейс восстановится, но на Тоненького в это время Клопа просто фармит, что самое приятное. Ну и учитывая линия, так смотри, можно Шадоустрайк будет брать в 2, может быть и в 3, и Манки Кинга прям душить по полной. Реген у него также закончился, все, больше было не будет. Он там привезет, наверное, пачку танга еще, да, танга едет, Magic Wand едет. Может быть снизу что-то поинтереснее, там Natch's Profit. Ой, слушайте, так может быть ФБ здесь будет? Есть копье, нет, ФБ. Да, Фэнтом Лансера, что тут пока по линиям. Им все так круто для 0.900. Че и Пэл получает ФБ, да, что самое крутое. По папкам в большом плюсе. Манки Кинга убили. Реген к нему не доехал. Стоял он там на лоу ХП, ну и просто... Просто Шадоустрайк, там ничего такого, Шадоустрайк, Эзершок и все, наконец. Да, ну вот тяжело Манки Кингом против двух ранжевиков стоять. Все-таки грамотно кремейтс поступили, что посвапали так лайны. Вот начало вроде как более-менее благоприятное, да, у нас получается. То есть ферзблат для ПЛ, а ПЛ тут, конечно, по крепочкам не сказать, что... Ну хотя нормально, че, 10 на 2. Качается 2,5 минута. Тут просто в целом как-то мало у всех добито, наверное. Можно сказать, что... Че-то много кто крипов пропускает здесь. Но... Понемножечку, помаленечку, уже там 876 голды у него есть. Можно сразу кольцо пойти купить, кстати. Купил еще один в Рейсбенд, он, видимо, решил, что... Ну раз уж не покупает кольцо, будет играть через... По-моему, продает. Маску покупает просто ботинок. Тапок, тапок покупай, да. Но надо подождать, купить себе либо еще бэнд офф Элвенскинге, либо, ну, перчатку скоростью, потому что... Так нецелезообразно Курьеры использовать. Надо обязательно купить что-то еще. Марки Кик на топе снова страдает. Но появилась Жингумастери, палку дает, но как-то вот не особо ТХП восполняет, потому что по одному герою дает удар. Ой, Квапа прям к упор прыгает. Да, Квапа опасно прыгает. Благо нет батареи, Коги появляются, но смысла от них мало. Да, Квапа тут... Были бы батареечки, легчайший фраг в итоге. Никто здесь не умирает. Манки Кинг теряет еще реген. Минус фласка. Но в Пейн, ну да, это второй Шедоу Страйк. Шедоу Шаман пойдет. Может быть сделает стак. И пойдет на базу, на рун контроле мы его не увидим. Что там по боттлам? Боттл есть и у того, и у другого пустой. Рановато арбу покидает. Можно было в итоге две руны просто проконтролить. А так... Риф нажимает, пытается добить. Вейт Спирит разворачивается. Покатился. Айр Спирит попадает! Замедляет. Нет ничего. И есть фраг для Айр Спирита. Как я понимаю, пак даже ассист... Нет, получил ассист здесь пак. Красиво получилось. Даже может... Забрали. Даже опыт пак заработал. 156 единиц. Ну, красиво, да. Красиво. Вейт Спирит замешкался. Что-то запаниковал. Может быть стоило вообще идти до конца. Врачу на то, что заберешь невидимость активирующего, что отопьешься и уйдешь в невидимость. Ну, ладно. От пака сейчас будет идти игра. Ты уже говорил в стадии драфта, что пак здесь... Большая заноза в одном месте. Для крюмейтс. Слишком много от него проблем будет. Учитывая, что у него такая линия шикарная. Наверное, это не соло игра будет, но пак здесь... Процентов 80 может сделать. Для победы. Да может и все стоят сделать, на самом деле. Ему тут есть с кем поиграть. Распирит, Клок, Фурион. Драфты мобильные, с одной стороны. В боте пытаются забрать андайн. Он хорошо там... Дик нет. Он только в одного, только Фуриона Дикейм попал, если я не ошибаюсь. Пьет в ласку. Ну, на этой линии главное, что Фантом Ланцер фармит. Причем фармит очень много. Мы видим то, что у него 25 крипов. И Нейчерс Профит по итогу имеет как бы 16. То есть... Зазонить вот так вот Фантом Ланцера, перекаясить его, будучи Нейчерс Профитом, не получается у... Хардлейнера команды 0900. А что, в общем-то, не является каким-то прям сюрпризом. Я думаю, что они на классе, на самом деле. Просто тут смогут отыграть, потому что ондайнку тяжело против Фуриона. Должно быть против Фуриона Распирит. Вот. А по итогу оказалось вот даже и не тяжело. То есть он нормально саппортит, где-то бегает, там гоняет. Ферзблат помог сделать. И... Секьюрит фарм ПЛ. ПЛ хорошо все... Хорошо все прокачивает, хорошо забирает фарм с этой линии. Вот. Так что... Так что тут у... Кэри, команда, Крюмейт все под контролем. Смотрим, как он будет собираться. Кстати, нападает очень резко на Нейчерс Профита. Нейчерс Профита есть телепортация, и он чуть-то тянет время, ему все равно придется... Кингу убивают, похоже, на руне. Рун контролем пришел, пытался что-то сделать, но в принципе его смерть не такая страшная, дали из-за него мало. Им все равно с такими количествами ХП надо было идти там быстрее умирать или идти на базу. Так что ладно, небольшая проблема. Опа! Шаман! Под ТД идет Клок, Коги, Джингу Мастери, ну и Кьюн оф Пейн можно отсюда отходить уже потихоньку. Ай. Не получилось ласт хит оставить Манки Кингу. У него еще два заряда пассивки есть. Сейчас он пару крипов ударит, отхилится еще. Но Квапа тут, конечно, бодрая такая. Причем не собирает она, знаешь, каких-то некров. Вот многие хардеры сейчас любят некров собирать. Мне кажется, на Квапе тоже можно было бы некров купить. По-моему, раньше даже так и делали. Вот в какой-то из патчей Квапа была популярна на третьей позиции и любили вот ей там либо Гривзы, либо там некра, либо и то, и то. Вот какие-то такие, знаешь, именно хардлейнерские артефакты, хардлейнерские билды были на ней популярны. Вот. И в целом-то можно было бы что-то подобное здесь сообразить, но Хиджек решил, что проще будет, наверное, какой-то дефолтник был сыграть. Вот, может, сейчас себе ПТ доносят. Не удивлюсь, если он захочет себе купить Орхидео, потом, может, какой-то там Блэкинг Бар и уже в соответствующие там предметы выходить. Как будто бы с мида, только с карты пакут. Дримкойл на лансера. Ох, как круто придумано-то! Просто вытолкнули. Там очень много урона, ведь, от разрыва Дримкойла. И два минуса. Но главное, что убили Пэла. Кейкс Уайн начинает прям душить. Классно. Классно получилось. Я думаю, что в будущем мы нечто подобное будем видеть. Просто Пэл. Ну да, как ты говорил, Пэл, ты ничего не можешь сделать. Сюда плагангер не нажимается. Приходится просто ждать. Драться можно. Можно вот стоять в этом Дримкойле и плодить иллюзии. Собственно, давать сдачи своему сопернику. Тут видишь такая комбинация. Пытаются забрать. Красиво там краешком, прям палкой достает Манки Кинг. Проблема в том, что ставится Дримкойл под ультимейт Манки Кинга. Если эта комбинация хорошо реализовывается, Фантом Ланда, вообще никто не убегает. То есть если вдуматься, вот прям на самом деле вдуматься, то это же вообще прям ультимативное оружие. Агонимный Дримкойл плюс арена Манки Кинга. Ну ты ж не можешь выбраться вообще никак. Вот ты, грубо говоря, нажал там БКБ, не БКБ, стоишь в арене Манки Кинга, тебе плохо. Разрываешь Дримкойл, чтобы убежать из арены Манки Кинга, тебе тоже плохо. И единственная возможность вот в такой ситуации либо попытаться просто напасть первыми, либо очень хорошо отстоять линии, хорошо провести мидгейм, чтобы у оппонента просто было, знаешь, в какой-то момент недостаточно урона. Если ты лидируешь там на 3-4 тысячи золота, грубо говоря, или там на 5 тысяч зол, чтобы у тебя команда больше фармит, то ты можешь просто все это впитать там под какими-нибудь Кримсонами, БКБшками и не отъехать. Пытается сейчас Фантом Лансер забрать Клокерка, ему это удается. На Фантом Раш из Аир Спирита... Ой, Вижен пропал и остановился ПЛ, но вовремя среагировал. Да должны убивать, то есть перед Ремнант ставят. Да ладно, нежели уйдешь. Ступается Ремнантом, да. Ну, можно было бы на самом деле и дальше попытаться... Преимущество за 0,900 потихонечку растет, как ни крути, несмотря на неплохой старт, откроем мы эти реально. Но мы с тобой много игр видели, где аутсайдер, кстати говоря, начинает неплохо линии, но дальше все равно. Никто не получается использовать какое-то преимущество, которое там в начале есть. Он даже с преимуществом все равно ребята умудряются драку проигрывать, просто по макро, по макро идут. Неудачный момент. Убивают Андаинга. У Пака уже 4 фрага подряд. Скоро Блинк Даггер. Дрим Койл неожиданно к вопу. Мне кажется, Пак немножко не рассчитал. А что по урону-то? Как они собираются убивать? Спин оф Пейнт. Магнита и Сайлент. Все ясно. Тут вся команда просто оказывается в какой-то момент. Расперит улетает, но недалеко. Все-таки Вейспирит, по-моему, Ремнантом попадает. Расперит убивает. Но это 3 в 1. 3 в 1, четверка, пятерка и тройка умирает. Притом тройка до этого момента достаточно богатая. Третья позиция. АПЛ чуть не с Квапой там воевал по Натворсу. А теперь это не так. Нейч из Профит на втором месте будет с Оркитом. И согласитесь, что Оркит здесь выглядит не хуже Дрим Койла. Это тоже просто супер душниловый артефакт. Но там будут массовые Юлы, как я понимаю. И Вейспирит, и Квапа будут с Юлом, Лансер, Манта. Это понятно дальше. По плану. Оркит он уже вот-вот. То есть он реально появится быстрее, чем эти Юлы. Намного быстрее. Посмотрим, что будет с этим происходить. Клок воюет с Вейспиритом. Клок разворачивается, понимает, что в принципе а можно и попытаться повоевать. Оркит подошел. Вейспирит не делает фраг, у него все в кулдауне. Магнетайз. Что по Нейч из Профита? Он прилетает. Ну и Вейспирит пытается спрятаться. Квапа оказывается под фокусом Распирита. Хотя пока наоборот, Квиннов Пейн бьет. Соник Вейв может дать по двоим. Принимают Нейч из Профита в Змейки. Врывается Квапа. Пытается Нейч из Профита уйти. Соник Вейв можно на него не тратить. Прекрасная реализация Змеек от Шамана. Убили Вейт Спирита. Это еще не конец. Прыжок от Манки Кинга по Нейнгу не попадает. Нейнг с ДК. Дабл ДК можно оформлять прямо сейчас. Надо давать. Дабл ДК пошел. Квиннов Пейн. Соник Вейва можно оттолкнуть, если что. Но Квапа пытается спрятаться от пака. Страшновато становится. Но Нейнг явно не уйти ему еще один ДБЛ ДК. Может быть. Нет. Дается Сол Рип и в итоге умирает. От нейтралов он умирает. Каким-то чудом там Манки Кинг его не смог проатаковать последний раз под зарядом Джингу. Папа пытается убить. Фукшот дать не получается потому что Хекс висит. Но... И не пригодилось. Фукшот может давать дальше. Шамайча лучше подцепить. Конечно, можно было бы его и без Хука забрать. Но решили там не бегать за ним полдня а просто спокойненько хукнуть, убить. И дальше идти там по своим делам мид пушить или... Еще чем-то там полезным заняться. Ну, в общем, пока что такие драки вроде бы идут. Вроде бы какие-то фраги умудряются крюмейт сделать. Но мы видим, что понемногу, как ты говоришь, преимущество возрастает и падает вот Тир-1 вышка в центре, что очень важно. В топе вышка тоже уже упала. В боте вышка тоже упала. Когда ты не спушил ни одной Тир-1 вышки, а враг тебе спушил все Тир-1 вышки, тебе очень становится трудно играть. Потому что фармить негде. Тебя вот этот вот пак щемит, жмет. Фурион сплитпушит линии. Ты там подходишь, грубо говоря. Ну вот здесь вот тебе фармить опасно уже, да? Потому что тут у тебя никакого вижна. А вдруг тут какой-нибудь пак вот сидит сейчас в лесу и ждет, пока ты там покажешься на своем ПЛ. Выйдет, бахнет тебе Дримкоил. То есть здесь как бы стоять на ПЛ опасно. Поэтому ПЛ фармит треугольник. Но здесь же кому-то надо получать, правильно? Золото экспу. Сюда встанет какой-нибудь, допустим, андайнка или шедоу шаман. А начнется драка на треугольнике, а шаман просто туда может очень долго лететь. Он там пока на Т2, пока доберется. Поэтому вот в таких позициях, конечно, играть не рекомендуется, когда ты прям все вышки потерял, а сам ничего забрать не смог. Хотя вроде бы вот шедоу шаман есть, там пойти где-то вот там дропнуть варды можно. Но вот в топе наконец-то забирают тавр, там 12-50 вышка поломана по итогу. И это хоть что-то, грубо говоря, так, а тут Манки Кинг у нас что-то выдумывает, попытался на дайнга на тесте. В итоге, он видишь, прыжки в 4 уже есть, поэтому можно в пачку прыгать. Да, у него относительно неплохой уровень уже, как бы 10-ый, и там и талант умудрился вкачать. Покатился распирит. Вкатывается в андайнга. Мгновенно убивает пак, может пойти и дальше. Клобал успевает блинкаут нажать. Но там есть друзья. Ох, какие тут сочные были герои по Dream Coil. Но это может быть не конец. Ланцер как-то развернулся на секунду. Не ошибка ли это? Ланцер прячется. Новый спирит и тяжеловат идти будут поймать. Пак идет один. Нет тиммейтов рядом, поэтому лучше отойти. Да и по мане тут прокастно нажать, и больше маны не останется. Баттлфьюри на 14-ой. Учитывая, какая у Манки Кинга была линия, она реально ведь была тяжелая. Прям не шло. Прям к вену в пейнт спамил. А Манки Кинг второй с бэфом фармить дальше. В общем-то, он бы вкоражил вот этот поздний видимо будет покупаться прям такой реально. А нужен ли он ему прям настолько... Ну не знаю, не знаю. Ну может быть для Манки Кинга это прям классный. Типа что он на ульте работает? Ну может быть. Может быть, может быть. Но он ведь такой как бы денег стоит. Артефакта. Сколько он? 925 суммарно стоит. Ну там минус армор приятный, да? На троечку армор снижает. А, так всего понемножку. Так, а что за пауза? Не просто так, да? Ну ладно. Пауза в момент нападения на С. Но ЕС... Что-то Юльчик есть, Юльчика нет. Слушай, может быть он... Вот на H-Profit то есть что может прилететь неожиданно. Пак? Пак где пак? Пак далеко, да? Ну хотя там арбу нажал. А, ну арбы нет. Посмотрим. ЕС достаточно жирный товарищ. Он еще и ВЛ может нажать. Сажать и убьют в принципе по ФСМ или Кабу-Терем. Планцер в манту будет потихоньку выходить. Пока ему тяжело. ХП мало. Он, в общем-то, может урон наносить. Но... Один сайланс и все. Его там хоронят. Никакого подсейва нет. Undying с лорипами... Вариант в данную секунду слорип только в 2. Там баф 2. Бам, такие в один уровень. 5 вон дайанга на 15 минут. И по Ирспириту смотрим. Сайланс на Войтспирита. Ирспирит как будто байтит на себя. Ждет пока подойдут тиммейты. Там пак уже с ДД бежал. Даже без арбей и блингагера. Ирспирит уходит. Без проблем. Все грамотно сделал. Главное было Войтспирита просто дать ему сайланс. Не позволит дать ремнант и дело в шляпе. На рун контроле могут сейчас 0500. Даже пойти на чужую руну попытаться там навязать свою игру. Толкают мид. Манкикинг толкает бот. Там пеньки рядом бегают. А, идет распирит на треугольник. Еще бувардик сюда какой-то поставят. Но тут тяжело вижен поставлять. Войтспирит на него пингуют. Полетел Нейчиспрофит. Сайланс дает. Телепорт. Еще один болдер. Должны успеть. Да, успевает Войтспирит остановить. Магнитайс. Ну и тут уже просто от магии. Навряд ли Войтспирит уйдет. Он попрячется. Но магнитайс слишком жесткий. Квиннов Пейн погибает. До этого это все еще как понимают Дримхойла никакого не было. Там обычный хукшот. Чтобы убить Клопу. Пак. Свой ультимат не нажимал. Больно Клоку. Подходит Войтспирит. Есть болдер. Ну и Лансер сейчас может закончиться. Ой, Пак. Убили всех иллюзий. Можно поставить Дримхойл. Да, наверное, нужно поставить Дримхойл. Да. Ну и Лансер живет. Аренат маркетинга. Но тут слишком много. Слишком много. Орки срабатывает. Это минус все. Минус все. Ну погибли. Преимущество 10к. Наверное, ничего неожиданного не происходит. Слишком большая разница. Между кровью. Команд. Угу. Хотя начало было неплохое. Первые минутки 3. Казалось, что вот и на топе вроде получается. И Лансер снизу фармит. Но Войтспирит стал проседать. Это было заметно. И... 400 у него нетворс. Он... Войтспирит и 3800. А Пак уже с Юл. Как его теперь убивать? Юл. Блинк. И фейшифт. Еще фейшифт сейчас вкачать в 4. Если даже представим, что Пака стоится 1. Тяжело его. Хотя там шаманы есть. Ладно, шаманич может задушить. Крем про нападение. Если там хекс дается, связка дается. Смоук разбили, сделали это на варде только что. Ребята из Кремейтс. Пака нет ресурсов. Хотя рун ускорения 3 заряда можно отбить. Что-то появится у него. На проказ, короче, хватит. Если что, вдруг начнется. Но ребята аккуратно стоят. Может быть, ожидают смоук немного в другой позиции. И максимум, что и смоук как ремейтс получит, это несколько вардов. Поставят глубокий. Это да. Смоук нажимает дайер. Пойдут сейчас в атаку. В принципе, после удачи на атаке можно и Рошана попытаться забрать под пинками Хуриона. Хухшот по Вод Спириту. Хватит для контроля. Немножечко пак не успевает, но тут Орхидея, Спруты, топорик был. Ну, решили драться. Смотри, решили драться прям до конца. Вод Спирит какой-то урон дает. Марки Кинга закрывает. Марки Кинг пытается сломать Змейки. Ну, и в итоге помогают тиммейту. Убивают Шамана. Может быть, не стоило здесь навязывать драку. Такое ощущение, что они хотят еще. Ребят, значит, профит-то почти что. Марки Кинг почти убили. Он ставит арену. Добили. Окей. Фэнтом Лансер. Ну, может повоевать. Получает Сайланс вместе с Пейлом. Ну, и Квиннов Пейн по-хорошему должна уходить здесь. Ну, ладно. Или не должно? Наверное, нет. Вижен арбой и... Не так плохо. Не так плохо, учитывая, сколько ребята проигрывают, убивают Марки Кинга. Но, понятно, что. Да нет, это только хуже делает ситуацию. В принципе, это, конечно, приятно, что они МК убили главного кэри, но я почти уверен, что даже если вот в ближайших, например, ближайшие, допустим, там, 15 минут, каждый тимфайт МК будет умирать. Вот каждый, вот просто первый причем. Все равно дайр, как бы, это будут выигрывать, потому что тимфайты они будут выигрывать. Тут, как бы, за счет пака еще можно очень-очень долго ехать. Вот. Пак такой герой, который реально может вот чуть ли не в соло выиграть игру. Слишком сильный он в этом патче. Хотя он был сильный, в общем-то, и в прошлом. Нашли ПЛ, а? Ставится Dream Coil. Иллюзия. Сайланс. В итоге убили, нашли настоящего, повесили Сайланс, убили. Статистика у ПЛ уже 4-4-0. Четыре смерти подряд. Да и не фармит он уже нормально. И не фармит, да. Пространства нет. Выйти за Т2-вышки куда-то вообще невозможно. За речку Ви подавно никак, ну. Тут уже, конечно, прям очень тяжело, я думаю, что Крюмейтс прекрасно понимает, что данная карта уже близится к концу. Единственная проблема и Дайр, это отсутствие какого-то прям, ну, существенного тавер-дэмэджа. У Манки Кинга пока нет Аганима. Без Аганима он домики-то как бы ломать не умеет. Вот. Так что ему надо Аганим дофармить. Тогда уже можно будет... О! Нашел Сильвер Амулет. Классно. Отправил на респаун. Вот как только он Аганим купит, сразу же можно будет заходить на хайграунд попытаться, но для начала, наверное, все-таки стоит обезопасить себя и свою команду, пойти Рошана забрать. Ну, вот такие дела. что мы берем наконец-то китов. Аж не падай. Там на топе Манки Кинг стоит. Если будут пару плюсиков, Нечис Профит летит мгновенно с БКБ, можно навязать драку. Даже там 3 в 5 я представляю эту драку. Квин оф Пейн тут же блинкаут, Манки Кинг пошел дальше смотреть кто где. Квин оф Пейн, есть Юл тоже, окей. Будет попроще, Расперид еще раз закатывается, немножко не успевает, он прям на секунду опоздал. Клога только так же лететь. Квин оф Пейн, шот, Ван Дайенга решили быстро его закончить. Прилетает Нечис Профит в спину к Вапе, Клога Баба успевает нажать блинкаут уйти. И убилили Шан Дайенга. Встречают иллюзии Нечис Профита, иллюзии Фантом Ланстера встречают Нечис Профита. Там Ланстер продолжает разведку иллюзиями, сам играет очень аккуратно. На топе Змейки от Шамана, слушал, он тут же по Тауру не попадает. Ты че, прикалываешься? Что? Ну да, очень странные Змейки. Тут еще и Фурион пролетает. Оркет на базе добьет? Не-не, там регены стики нажал, рейндроп. Стики рейндроп, там да, рейндроп прокнул под Оркет, но все равно, да, Змейки такие, которые они бы, наверное, даже половину вышки не смогли бы сломать, но так они даже ее не поковыряли. А КХВАЙ там продолжает овнить. Римкоил, ну он не один, конечно, один он же так прям уверенно Оркет бьет. Queen of Pain поднимает Вьюл, она сама пытается уйти, получает Сайленс, больше Юл нет. И на этом КХВА заканчивается, тут точно Оркет должен взрывать КХВАПу. Минус КХВАПа 14 тысяч за команды 0900 на 22-й минуте. И на Творце, что удивительно, честно говоря, не часто такое вижу, одинаковые трехкоров. Обычно все-таки выделяется, да, какой-то один кор, там или из миды выходит чел, или там софлейны нередко там где-то Бистмастера представляем, да, за год лайком. А тут прям Беллэнс и Ноллсинкс, как говорится. Тут прям все поровну. Бистмастер с хорошего, выигранного лайна, он там первые 15 минут сохраняет лидерство по Нетворцу, как правило, вкатывает сервиспирит шамана. Шаман пытается играть на сайдлайнах. Вот я вот вижу вот эту вот раскачку уже, ну, вот прям постоянно, везде шаманы во всех регионах вот так вот раскачиваются. Что хочу сказать? Вот я сегодня сыграл катку одну, вот, и почувствовал, как бы, вот я по дефолту раскачиваюсь, как бы молнию беру в 4, вот, и почувствовал, что, блин, лучше бы я, наверное, как бы взял бы сетку в 2 и Хекс бы замаксал, потому что там, ну, мы там игру проиграли, конечно, все равно бы, но я чувствовал, что это было бы полезнее конкретно в данном случае. Но в остальных играх, в 9 играх из 10, реально возникает ощущение, что все-таки раскачка через молнию в 4, она на шамане лучше, потому что вот чем сейчас шаман занимается? Он стоит на сайд-линии и постоянно ее толкает, для того, чтобы крипы подошли близко к вышке, туда дропнуть варды и стянуть одного-двух героев. Если у тебя молния в 1, ты этим заниматься не можешь, просто не можешь никак. Ты не можешь быстро толкать линию, а с молнии в 4 ты можешь линию быстро толкать. Но кто-то может сказать, что здесь шаман таким занимается, потому что ему больше делать нечего, да, потому что, мол, его команда слишком сильно проигрывает и все, что он может себе позволить, это вот стоять вот так вот на сайде и пытаться чем-то подобным заниматься. Но мне кажется, что даже в игре равный, где есть возможность подраться, где есть еще шанс зацепиться за победу, подобный геймплей на шамане имеет место быть. Ты просто стараешься максимально... Это вот такой саппорт, который очень сильно тянет как бы карту вот на себя. Как вот это, например, вот Тренд так тоже умеет, вот Феникс Тренд, вот это вот герои, которые умеют так вот делать. Они толкают линии быстро, но вот их тяжело поймать. Ну, шамана как бы легко поймать, но при этом шаман тавер-дамеджем обладает большим, чем Тренд и Феникс, естественно. Пытаются сейчас подцепить шамана, и это удастся. Схватили Пээлла, есть Dream Coil, есть Silence, Пээлл до сих пор без манты, хотя денег у него, кстати, много. Он мог бы, наверное, ее купить. Там, по крайней мере, ему чуть-чуть не хватало. Он прям в лоу-граунде, но арена работает, Пээлла убивает. Есть бай у него, конечно. R-Spirit еле живой. Соник, ой, ну попал, попал. Я уже думал, он не попадет, но каким-то там краешком в ДОТ прикольно работает. Вроде как по анимации Соник Вейва не попадает, но на самом деле там на пару пикселей и вправо, и дальше работает Соник Вейв, и попал. Добили R-Spirit, даже что-то там за него зарабатывают. Ну, ничего не меняется совершенно. Двадцатка. За 0,900. Но база пока не падает. База пока стоит. Товара уверенно держат хп. Падает последняя внешняя башня прямо сейчас. Манки Кинг тут со своими работягами забирает. Владмирс появился. Очень классный слот для того, чтобы пытаться уже игру закончить, заходить вместе. Этеризм, там броня. Пак ворвался. Проверил кто где. Шаман не может раз за разом вот так вот поцепить к xy очень аккуратно. Сказалось, что шаман с этим хексом, как ты говоришь, с этой прокачкой. Но тут-то было. Ондайн. В батарейках. Палка. Палка, кстати говоря, цепляет Эквино Пейн. Убили андайнга. Есть у него бай. Нужно выкупаться. Возможно, это последняя драка. Дримкойл ставится. Шамана и Пэла закрыли. Врыв на шамана и на Пэла. Пак очень сильно пострадал. Больно. И гриди. Нажимает он блэкинг бар. Понимая, что дело пахнет жареным. Убить андайнга не получилось. Все очень красные, но живут. Добиливают спирита. Шаман нужно идти восстанавливаться. Но падают в это время казармы. Змейки снова, честно говоря, такие кривоватые получаются. Понимаю, что там ставилось против пака. Все это итог неутешительный. Андайнга убили после бай. Не будет его минуту. Эзериал у КХВ. Но он пока летит с Сикритшопа. Падает первая линия. Аегис остается. Можно, в общем-то, на мид прямо сейчас перейти. Потому что, ну, по кнопкам... Да не сказать, что тут прямо сейчас нужен этот рекойл. Нет, ресурсов драться. Есть арена, да. Ресурсов у Райден нет. Есть арена, аегис еще полторы минуты. Даже вот может сейчас с Жим просто воткнуть ульту свою и под этим ультимейтом спокойненько добрать бараки. Но мы видим, что экономит. Может быть, на третью заюзает. Не знаю. Красиво, кстати. Или не доджит? Не, не доджит. Ну, дэмэдж задоджил. Там нож, наверное, как не доджится. Да, он не доджится. Да, забрали шеду шамана. Ой, баш. Снова играет. Красиво, красиво. Ставится дримкойл. Вбрывается там как-то пл. Он, кажется, дримкойл этот задоджил. Мейчерс Профит в итоге просто телепортируется на респаун. Войд Спирита поймают. Поймают. Баш прокает еще один. И может Войд Спирит выкупиться. Пл дерется один против трех. Уже против четырех. И умирает уже без бэбэка, точно. Пишем гэг, выходим. Здесь уже точно никак. Если 15 минут назад мы говорили так, просто неформально, да, что эту игру уже крюмейт не выиграть. Ну, просто потому что они хуже играют. И видно, что типа вот не получается у них ничего. То конкретно вот после этого темпайта, конечно, уже формально можно сказать, что ну, как бы никак. Уже никак. 1-0 в пользу 0900. Как, в общем-то, и ожидалось. Вот. Но, может быть, крюмейт сейчас достанут какую-нибудь козырь. И хотя бы борьбу покажут на первых там 20 минутах. Потому что в этой карте, на этой, точнее, карте борьбы никакой мы не увидели, к сожалению. Ну, а пока все по сценарию, который я ожидался. 1-0 за 0900. Уйдем на паузу. И минуток 10-15 вернемся на драфт. На вторую стадию пика мы с форсом подключимся. Далеко не уходить. ПРОССИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...